Настоящий рай для библиофилов во Франкфурте на Майне проходит крупнейшая в мире книжная ярмарка. Сотни тысяч новинок из десятков стран на всех языках мира. И среди такого количества книг о людях, лошадиные истории стали настоящей сенсацией. Репортаж Дмитрия Сошина. Когда говорят, книжная выставка это место для профессионалов, вас обманывают. Это выставка для тех, кто любит читать книги. Профессионалов, в смысле издателей, не видно. Вокруг студенты-филологи за чашкой бесплатного кофе листают иностранные комиксы, а их преподаватели проверяют, правда ли мураками на французский перевели лучше, чем на немецкий. На этой выставке от ярких обложек и разноязыкового шрифта начинает кружиться голова. Но когда закрываешь глаза, голова кружится еще больше. Вокруг говорят на всех языках мира, но в павильоне номер пять русский самый звучный. Дождливый Франкфурт Александр Невзоров взял кавалерийским наскоком. Среди серых пиджаков и скучных галстуков его кожаная куртка, горящий взгляд и трубка выделяются сразу. Телеведущий показывает своей старой знакомой Хильтруде Штрассер фильм, снятый на основе лошадиной энциклопедии. Эту книгу в России уже знают. Фрау Штрассер, заядлая лошадница и уважаемый в стране ветеринар, говорит, что ее русский друг научит немцев хорошему отношению к лошадям. Ведь он их не дрессирует, он с ними разговаривает, шутик, ласкает. Он любит их, наверное, больше, чем людей. В Германии лошадь это животное и точка, а он доказывает, что это не так. Лошади у Невзорова ведут себя, как умные собаки, которые знают, что хозяин их не ударит. Посетители выставки не верят. Это, наверное, цирковые лошади, они же не могут настолько доверять человеку. Но лошади обычные. Жесткий в профессии журналист стал самым трогательным пневодом. Невзоров не боится, что книга и фильм выходят на рынок, забитой литературой о лошадях. Люди, конечно, с гораздо большим интересом воспримут совершенно другую систему взаимоотношений с лошадью, нежели та, которая основана только на боли и только на насилии. Лошадь это абсолютно универсальное всечеловеческое существо. И немцы смотрели фильм даже без... учебный фильм смотрели практически даже без текста, понимая все. Разговор о лошадях затягивается. Невзорово торопят, чтобы успеть на пресс-конференцию. И они бегут в последний момент мимо корейцев с электронными книгами и бесконечных стендов с романами. Лошадиные истории иногда бывают интереснее человеческих. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Первый канал, Франкфурт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова